Алюминиевый диск, конечно же, тонет в воде, потому что плотность алюминия больше плотности воды. Но сделаем такой опыт. Поднимем диск на поверхность и направим в его центр вертикальную струю воды. Уберем руки, а диск держится на поверхности, хотя вода силой ударяет по нему и стремится его утопить. Посмотрите внимательно на этот процесс. Когда вода заканчивается, диск снова тонет. Масса нашего диска 30 граммов, значит его вес равен 0,3 ньютона. Напор струи, по нашим расчетам, создавал дополнительную силу в 0,2 ньютона. Сила поверхностного натяжения воды не превышала 0,03 ньютона, так что она никакой роли в этом опыте не играла. Какая же сила тогда удерживала диск на поверхности и не давала ему утонуть? Давайте посмотрим на этот опыт еще раз. Обратите внимание на то, как растекается вода по диску. На краю диска, по всему его периметру, образуется водяной бортик. Так называемый гидравлический прыжок, о котором мы уже рассказывали в одном из наших фильмов. Чем сильнее бьет струя воды, тем глубже опускается диск и тем выше делается этот бортик. И именно благодаря ему диск становится непотопляемым. За счет бортика нижняя поверхность диска опускается ниже свободной поверхности воды на некоторую глубину H. Гидростатическое давление под диском равно РОЖЕ-АЖ. И на диск снизу действует Архимедова сила, которая поддерживает его на поверхности. Сейчас мы увеличили напор воды в несколько раз. Под этим напором диск глубже ушел в воду. Архимедова сила тоже увеличилась, так что диск действительно оказался непотопляемым. Но мы вам раскрыли не все секреты этого устройства. Здесь, в центре диска, сделано небольшое углубление. Как вы думаете, зачем оно нужно? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...